День за днём 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 Тобольск готов подключиться к реализации готовящегося национального проекта «Наука и университеты». Одна из его задач – создание эффективной системы высшего образования. А это невозможно без прямой связи вузов с предприятиями. Такой площадкой взаимодействия может стать инновационный комплекс «Сибуринтех», где предоставляется возможность обучения студентов по сетевой форме реализации образовательных программ. Подробности в материале Шамиля Гулиева. Погружение в настоящее производство для студента – главная часть практики. И для этого в образовательном центре «Сибуринтех» каждый этаж и кабинет, как на реальном заводе. Здесь студенты смогут освоить инженерно-технические специальности. Это какой-то набор программ в зависимости от специализации студента. У кого-то это серия из 5 или 10 вебинаров, у кого-то это недельный курс здесь. Вот в рамках их обычного 4- или 5-летнего обучения. Например, с его 8 занятий студенты научатся управлять беспилотниками. На специальном графике вводится количество ошибок, уровень внимательности и индекс напряжения. То есть тот этап урока, на котором ученик волновался больше всего. Это позволяет в первую очередь анализировать наиболее сложные для прохождения участки, индивидуально для каждого человека. В результате можно подбирать более точечное обучение и давать какие-то комментарии по строго определенным моментам. Ну и выявить более слабые стороны ученика. В число учеников инновационного центра войдут студенты университетов-партнеров компании «Сибур». Вузы-партнеры есть на федеральном уровне. Допустим, Российский химико-теологический университет, Губкинский, то же самое Горный университет. И есть региональные партнеры. Тюменский университет, Томский университет, Нижегородский университет, Дальневосточный, Амурский. И такие мы первые. То есть во всех ключевых веденных нашего присутствия мы таких партнеров имеем. Еще более выгодным сотрудничество между вузами и ведущими компаниями страны сделает готовящийся национальный проект «Наука и университеты». Он состоит из четырех федеральных подпроектов «Интеграция, исследовательское лидерство, инфраструктура и кадры». Новый нацпроект позволит России к 2030 году войти в десятку лидеров по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Проект «Наука и университеты» станет выгодными для тех, кто планирует поступать в магистратуры технологического профиля. Понимая, что образование в области IT, инженерное образование требует таких инвестиций, мы точно запланировали мероприятие по предоставлению грантов для студентов тем университетам, которые реализуют магистратуры совместно с ведущими технологическими компаниями. Как результат создания резерва потенциально востребованных и современных профессий и готовность к новым вызовам, в том числе для нефтехимической промышленности страны. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев, Тобольское время. В Тобольске завершается благотворительная акция «Кело надежды». Ее участники приобрели и передали более 170 килограмм круп и макарон для приготовления еды под опечным приютов для бездомных животных. Также ребят помогли убрать территорию и покормить собак. В акции приняли участие более 80 человек. Акция продолжится в этом году до конца ноября. Но у нас есть в планах продолжить ее и в следующем году, потому что получили большой отклик и большой опыт работы в этой сфере. И есть желание продолжать это дело. Потому что есть такая необходимость, есть такая потребность. Несмотря на то, что акция официально завершена, но хвостатым подопечным волонтерам всегда нужен сухой корм, консервы, крупы, наполнители, одноразовые пеленки. Все это можно оставить в пункте сбора «Кело надежды». Он расположен в центре добровольческого движения Тобольска. В тобольских пабликах в соцсетях развернулась чуть ли не война из-за собаки, которая живет на обочине федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в районе деревни Шестакова. Оказывается, пёс уже 11 лет там. Люди считают, что ему не место у дороги, другие бросились ему помогать. Анастасия Плюснина узнала, откуда взялся этот Тобольский хатик и почему эта трасса стала для него домом. В тот день молоденький Мишка следовал на рыбалку за своим человеком. На его глазах оборвалась жизнь хозяина. В районе деревни Шестакова мужчину на пешеходном переходе сбил Мерседес. Презванка Германов помнит аварию и полные слез и отчаяния собачьих глазах. Он шел с паевочкой на подлёдную рыбалку рыбачить. И паевочка улетела в сторону, он через крышу перелетел насмерть сразу. И эта собака где-то месяц, более месяца на этом месте, где его сбили, Лёшка лежал. Рыбаки, которые знали этого, видимо, мужика, постелили телегрейку. Мы ему уложили еду рядом. Вскоре пёс встал на ноги, но уходить вовсе не собирался. Его пытались забрать неравнодушные люди, но он не хотел оставаться ни с кем. Третья попытка была с малозорь кольцо. Та уже попытка. Соседи шум подняли, скандал произошел, ночами спать невозможно. Он воет, скулит. И это было летом. Даже он воды, воды даже не пил демонстративно. И они отпустили, он вернулся вот сюда. После этого он мне даже не доверяет. Резван Мусаевич работает водителем автобуса и каждый день, проезжая, делает остановку. Водитель научил его специальной комбинации сигналов, и она пригодилась. На роковом месте расширяли трассу, и пёс временно ушёл на карьеры. И только знакомый с помощью сигналов находил его, чтобы прикормить. Всё же пёс вернулся на обочину трассы. О преданном животном не забывают и районные ветеринары. Несмотря на то, что с 11-го года я кормлю, он ко мне не подходит и отошёл. Мы подошли, и он ушёл. Он не уходит, он никому не идёт. Он ждёт. Он просто ждёт своего хозяина. Мишка. Так его прозвали волонтёры. Они же сколотили псу уютную будку. Старых знакомых беспокоит неожиданный наплыв внимания к псу на обочине. В соцсетях разошлась информация о Тобольском хатике. Теперь на этом месте оставляют еду и пакеты. Дают всё то, что не нужно. Свиные кости, хлеб, кости куриный труб. Ну, в общем, всё, что вот очень много приезжает людей. Я и говорю, что столько внимания ему, он не привык к этому вниманию. По природе собаку всегда можно прикормить и приручить. Как человек стремится к комфорту, так и животное. Как утверждают кинологи, такая преданность – уникальный случай. Нам, людям, не хватает такой преданности и ответственности, как у них. Мы забываем быстро. Собака не ищет дом и не ждёт внимания. Его не раз пытались пристроить, и каждый раз он страдал на новом месте. Если кто-то желает спасти жизнь четвероногому брошенных человеком животных на улицах тысячи, а для этого пса – это место единственное на земле, где живёт Надежда и есть его дом. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко. Тобольское время. Далее прогноз погоды о том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днём». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. 6 ноября в Тобольске пасмурно, небольшой дождь. Днём плюс 2-3 градуса, ночью плюс 3-4. Ветер южный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова